Свет и тьма, как инь и янь. Приходят на смену друг друга. Для них природа отвела свое время. А люди распоряжаются временем, порой не спрашивая у природы. Сами устанавливают часовые промежутки, так называемые декретные часы. Многое менялось. К переходам с летнего времени на зимнее и обратно привыкли. Но до сих пор есть как сторонники, так и противники игр со временем. Если следовать врачебному принципу не навреди, то лучше в таком случае ничего не менять. Потому что мы адаптированы сейчас уже к этому времени. И мы живем в нем. И в случае изменений сегодня, то мы получим определенный стресс. Сейчас мы живем по летнему времени. И установили его как действующее. Соответственно, стрелки не передвигались с 2011 года. Но по мнению экспертов, такой вариант вызывает определенные риски. И не устраивает как специалистов, так и простых граждан. Все меняется. И детей надо будить, и самим раньше вставать на работу. В общем, я смысла не вижу. Перенастраиваться каждый раз. Часы сбиваются. На работу люди опаздывают. Гражданская ассамблея, как институт гражданского общества, предложили внести изменения в федеральный закон об исчислении времени. Выслушав все «за» и «против» на общественном обсуждении, проект уже направили в Государственную думу и общественную палату. Ученые доказали, время, по которому мы сейчас живем, вредит здоровью человека. Работоспособность снизилась, как и, впрочем, школьная успеваемость. Изменения негативно отражаются и на технике. Приборы, запрограммированные под перевод времени, продолжают жить по старой привычке. Часы переводятся автоматически, а нанотехнологии за временем не успевают. Сейчас все счетчики подобные настроены таким образом, что они не переходят на час время туда-сюда, как это раньше было. Они работают стабильно в одной программе. А для тех красноярцев, у которых все-таки остались неперепрограммированные двухтарифные счетчики, следует обратиться в ближайшее отделение энергосбыта. Стоимость данной услуги тарифицируется от 900 рублей. Но режим перевода времени используется в 130 странах мира. А круглосуточный режим летнего времени введен только в России. Как бы там ни было, к обычному режиму и ритму мы сможем вернуться в лучшем случае только следующей весной. Анастасия Лушникова, Василий Грабарев, Станислав Терещенко. Большой формат.